Сегодня у нас в гостях многогранный человек. Все, за что он уберется, обретает новые краски и смысл. Хрупкая, но сильная духом, невероятная Асель Зоуми. Асель, спасибо большое, что вы пришли к нам, рада вас видеть. Вы общественный деятель, блогер, представитель Нью-Йоркской академии киноискусств и автор многих интересных проектов. Расскажите, как вы успеваете все это и где вы черпаете энергию? Добрый день, Динара, мне тоже очень приятно, мы давно дружим с Эдди Фэшн. Для меня всегда это теплая встреча, интересная беседа. На самом деле я поняла, что все успевать невозможно. Это, наверное, такая утопичная задача, поэтому я стараюсь, во-первых, распределять ресурсы. Учу себя пользоваться аутсорсингом. Как раз недавно прочла о том, что известный инфлюенсер, тоже блогер Кайли Дженнер с многомиллиардным оборотом. Всего 7 человек в компании, представляете, остальные все на аутсорсе. Меня это очень вдохновило, я стараюсь активно пользоваться услугами внешних компаний. Но вдохновение, энергию и моя мотивация, это мои детки, моя семья, они меня очень сильно поддерживают. У меня две дочери, бабушка, иногда в шутку называю нас женский батальон. Эти люди своей любовью, своей верой во все мои начинания, они вселяют в меня тоже, опять же, веру и буквально окрыляют. Недавно, как я знаю, в Инстаграме вы опубликовали фотографию человека, именно глаз, и попросили вашу аудиторию рассказать какую-то ассоциативную историю, кто это, чем он занимается, откуда. Это было начало вашего проекта «Атлас». Очень интригующее начало, расскажите о нем поподробнее, и какая история самая лучшая получилась. Да, на самом деле, совсем недавно я запустила еще один проект, который называется «Культурный атлас». И, кстати, в конце АЗ, не спроса, это мои инициалы, я часто не подписываюсь. Идея «Культурного атласа» вообще показать, что все люди, по сути, очень близки по духу друг к другу, что в нас очень много общего, независимо от того, какой мы национальности, какой разрез глаз у нас, и независимо от того, где мы родились, человеческие качества, они — это наше внутреннее состояние. И, как мне кажется, человека неразумно судить по признаку национального или по народности. Почему глаза? Ну, потому что часто говорят, что глаза — зеркало души. Мне хотелось показать своими реинкарнациями, что да, наша душа, она не меняется от того, какой цвет кожи у нас. Вот. Реинкарнируя в каждую народность, я буквально перевоплощаюсь в эту национальность. Мне очень сильно помогает моя команда, девочки, с которыми я работаю, визажисты, стилисты, все те, кто разделяют идею о том, что люди все прекрасные, и у нас у всех много позитивного, и мы все должны друг к другу относиться с уважением. Ну, и также хотелось бы отметить, что в качестве героини выступает сама Ассель Зоу, и это можете наблюдать на ее страничке Инстаграм. Хотелось продолжить тему ваших проектов. Вот вы действительно вдохновляете. У меня у самой имеется ваш блокнот, и цитаты, которые я вижу, порой напоминают о тех вещах, о которых ты мог забыть. Какие дальнейшие планы у проекта My Happy Day Planner? Планов всегда много. Спасибо, что спросили. Я очень рада, что ежедневник вас тоже мотивирует, вдохновляет. Это та идея, которую я закладывала. На сегодня мы выпустили, мы вот близки к тому, что в ноябре будет презентация шестой коллекции. Я приглашаю команду ID Fashion тоже разделить с нами радость. К шестому выпуску мы понимаем, что наша продукция востребована до коллекции еще целый месяц, а люди пишут, когда мы уже списали, нам нужно что-то новое. И ты понимаешь, что нельзя останавливаться, нужно каждый раз удивлять. Вы долгое время работали в ведущих глянцевых изданиях. Как вы пришли именно к фрилансу? Это было ваше личное решение или так сложилась судьба? Ну, на самом деле, и да, и нет, потому что так интересно получилось, что когда-то, много лет назад, у меня был магазин украшений, Inspiration назывался. Находился он на фурму, но вот с такими зонтиками. И я понимала, что для того, чтобы продвигать свой бизнес, свое украшение, я должна своим личным примером, как говорит бабушка, личным примером, личным примером. И я начала ходить на различные мероприятия, приглашений становилось все больше. И о каждом мероприятии, о каждом своем опыте, общении или сотрудничестве я рассказывала на своих социальных сетях. Вот как раз и было ходимое. Мне всегда вообще интересно пробовать что-то новое. На самом деле, ты понимаешь, что когда ты работаешь на себя, это одна система координат. Ты сам за себя отвечаешь, сам несешь все риски. Когда ты работаешь на кого-то и в команде, это совсем по-другому принимаются решения. И ты должен находить баланс некий. Но я благодарна всем этим людям, которые в меня тогда поверили, благодарна этому опыту. Но в итоге я понимаю, что мне комфортно заниматься своими проектами. Я рада, что то, что я делаю, в конечном итоге находит отклик у людей, что это им нужно. Это самое важное. Когда ты делаешь, ты понимаешь, что то, что ты делаешь, нужно людям. А мы в свою очередь благодарим вас за такую интересную беседу. А с вами была рубрика «Ади Персон» и ее непрезвенную гостья Асель Зоу. Увидимся с вами совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok